муж спал проснулся пришла посылка он сиену заказал короче такую дорогу пластиковую с электрической машинкой на батарейках сейчас в общем-то два светлых ума пытаются собрать эту дорогу ставить батарейки сюда муж попросил его не снимать потому что он только проснулся и некрасиво выглядит в кадре так что буду снимать только себя как-то же она должна отличаться на же не может все время ехать и а а а а а а а а короче машинка она вся такая прозрачная пластиковая я вставила батарейки и она сразу поехала и я ищу кнопку где она выключается пока буду стоять батарейки чтобы она не играла и и короче мы вдвоем крутим крутим эту машинку и не можем найти кнопку а кнопка оказалась вот здесь вот вверху тоже прозрачная и непонятно что это вообще кнопка вот такие два светлых ума собирают в общем-то детскую дорогу теперь у меня тут кружок от сумелые ручки надо по наклеивать такие маленькие наклеечки вот эти маленькие машинки не только это легко я вам хочу сказать мне такими лепетически очень неудобно клеить этот набор сколько он 40 долларов стоит 41 доллар в принципе для 40 долларов чисто как знаете такое разнообразие в архиве игрушек неплохо прикольненько у нас сегодня такой приключился интересный случай утром выхожу я значит отводить суёна в садик и мы выходим с дому и ко мне на этом улице подходит мужчина и такой типа спрашивает это вы здесь живете я говорю да он говорит а мы посмотрели по камерам из вашего дома был вынесен короче выброшен мусор не по правилам но в корее есть правило выброса мусора прежде чем выбрасывать что-то супер габаритное или даже не габаритное но то что не входит просто как в обычный мусор нужно пойти в районную администрацию обязательно заплатить налог за выброс такого мусора и наклеить наклейку после этого приедут типа ваш мусор заберут наши мужчины этого не сделали мой муж говорит да это же просто пластик а там получается была машинка детская такая знаете на которой отталкиваться ногами ездить пластиковая и два детских автокресла старых тоже муж говорит я думаю это просто пластик можно в пластик выбрасывать короче ребята я не знаю то ли это только мой муж с таким не сталкивался не шарит или есть такие корейцы еще которые не знают что такой мусор нужно сортировать за него нужно получать разве на него нужно получать разрешение платить налог и выбрасывать даже я знала как иностранка мой муж этого не знал и я позвала маму получается мама вышла и с ним поговорила потому что я поняла что он говорит что мы должны заплатить штраф что мы нарушили правила мы неправильно выбросили мусор мама там с ним пообщалась вроде как мы не заплатили штраф нам просто типа сделали предупреждение и этот чувак сразу в общем наклеил все нам сделал мама заплатила налог и в общем-то приедут и берут теперь этот мусор заказала ему рюкзачок чтобы в садик когда по утрам ходим сюда рюкзак ему слаживать памперсы бутылочки какой-то перекос потому что у нас есть такая большая сумка еще с его рождения но такая объемная и она полупустая уже много в ней места остается и типа с ней ходить неудобно очень я заказала такой маленький рюкзачок чтобы удобно было и в него как раз все четко поместится с такой зеброй такой хорошенький 18 долларов по-моему он стоил и качество такое неплохое прикольный такой прям вообще ну короче это выглядит это что? сейчас посмотрим как получится Саенчик спит это что? 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 если прийти это что Вот я. Не переставлю. Вот. Ух. 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 Как внимательно смотрят сходил машинки Суина Сначала надо было с самим разобраться, а потом ребенку включать. В общем-то мы отправили нашего папу на работу. Семенчик там играет со своей новой игрушечкой, своей дорогой. У меня тут накипело, я поделюсь с вами, в общем-то. Получается, на ютубе, в комментариях, комментарии, конечно, вообще там не так уж и много, но они поступают. Я каждый раз просто удивляюсь, я поражаюсь людям, насколько люди бестактные, насколько люди жестокие, я это все знаю, понимаю, но все равно каждый раз это как-то тебя ставит в такое положение, недопонимание, недоумение какого-то, просто люди, да что с вами происходит. Ну, у меня только такие эмоции, если честно, скапливаются. Я не отношусь к таким людям, ну, с какой-то там суперзлостью, какой-то агрессией, там ненавистью. Нет, меня это вообще как бы не беспокоит. Я просто не понимаю, я просто удивляюсь таким людям. Да, ты заводишь влог, ты заводишь ютуб, ты заводишь влог, ты людям снимаешь, рассказываешь о какой-то своей жизни, ты делишься какими-то прикольными там штуками, историей, ты видишь в этом какое-то хобби, почему бы нет, почему бы не попробовать как-то, это интересно. Я люблю смотреть за другими людьми, наблюдать, как они, что они, где они бывают, что они пробуют, какие путешествия они ездят, ну, то есть узнавать какую-то полезную новую информацию, какие-то те же рецепты, элементарные какие-то такие вещи. Мы люди, нам интересно наблюдать за жизнью других людей, ну, от этого никуда не денешься, это есть у нас в природе. Но то, что люди смотрят, за тобой наблюдают, и ты это все показываешь, это понятно. Эти люди, которые тебя смотрят, они абсолютно, ну, по сути, да, по сути эти люди, они чужие, они не знают тебя в лицо. Я не понимаю этого, ребята. Абсолютно чужой человек, абсолютно чужому другому человеку может написать какие-то гадости, какие-то оскорбительные слова, просто вылить какую-то порцию говна абсолютно на незнакомого человека. Я не понимаю, как это работает вообще в этом мире. Ну, типа, знаете, ты только начинаешь, типа, снимать влоги, ты начинаешь там как-то адаптироваться к ютубу, к этой вообще, этой всей каше, и тут же тебе, короче, прилетает, как это правильно называется, хейт, да, прилетает за что? За то, что ты разговариваешь не так, как хотят, чтобы... Ну, ты разговариваешь не так, как хотят люди. Люди хотят, чтобы ты произносил какие-то там буквы Г, выговаривал, говорил и тому подобное. Знаете, как мне написала подруга, мы не на дикторском телевидении, я не ведущая новостей, я не россиянка, я украинка, у меня такое произношение, да, я разговариваю на русском, ну, типа, моя мама родилась когда-то в Советском Союзе, моя бабушка тоже из Советского Союза, я родилась уже в независимой Украине, то есть я украинка, да, я не разговариваю на украинском языке, когда снимаю влоги, потому что мне комфортнее разговаривать, записывать все на русском языке, я всю жизнь разговариваю на русском языке, там, где мне нужно, я как бы использую свой родной язык, украинский. Ну, типа, блин, я не учила в школе никогда русский язык на самом-то деле даже, я разговариваю на русском, поскольку, ну, моя семья вся там, да, из Советского Союза, и нас так воспитывали и учили, как бы, ну, русскому языку, поэтому мы говорим на русском языке. Но если я допускаю ошибки, если я говорю букву Г, а в украинском языке она глухая Г, а в русском языке она, да, звонкая Г, блин, ребят, ну, это не значит, что я какая-то тупая, какая-то не такая и типа, блядь, ну, типа, что он разговаривает, как, ну, дебилка. Просто я так разговариваю, это, ну, это какая-то, пускай будет, будем называть так, это моя особенность, когда там, ну, украинки разговаривать так. И если я не произношу букву Б, ну, блин, ребят, ну, да, это мои проблемы в первую очередь. Но если вы заходите, если вы смотрите, и вам не нравится, да, блин, пожалуйста, выключайте и идите дальше. Вот я не понимаю этих людей, те люди, которых не беспокоят, не заботят, это какая-то мелочь, этот какой-то, да, пускай это будет недостаток там в человеке. Если тебе не нравится, окей, перелистывай там, ну, нажимай стоп, выходи, покидай канал, не смотри, окей. Но сущность, природа людская такова, что нужно обязательно вылить говно на этого человека, попытаться его зацепить, что-то как-то там его обидеть. Ребят, что с людьми не так? Почему, типа, ну, для нас считается нормальным зайти к какому-то блогеру, и я смотрю это на других девчонок, кто-то кому-то рассказывает, что он не в такой одежде, не в такой футболке, кто-то не так разговаривает. Все мы люди, все мы друг для друга какие-то не такие, потому что, ну, нам непривычно наблюдать за какой-то определенной категорией людей, потому что мы не такие. Но когда обычный человек просто рассказывает, показывает о своей жизни, о каких-то там моментах, я не люблю эти все актерские фишечки, вот эти сценарии записанные, прописанные. Для этого существуют отдельные шоу, сериалы, фильмы, пожалуйста. Но те люди, которые ведут блоги, снимают блоги, записывают какие-то видео для вас, это обычные люди, которые вещают свою настоящую жизнь, показывают себя настоящей. И люди сами решают, смотреть это во блоге, рассмотреть это видео или не смотреть. Поэтому делайте свой выбор правильно.